Добрый вечер Еще раз всем здравствуйте Я очень рад снова вас здесь видеть Потому что я всегда говорю, что на этих концертах Кроме того, что я пою и вам эти песни нравятся Еще очень важный момент, может он даже важнее Потому что встречаются люди, которые когда-то вместе работали Я вижу многих людей, с которыми раньше работал Рад этой встречи Вы между собой встречаетесь Поэтому здесь такая многогранная встреча получается По регламенту я хочу сказать Концерт из двух отделений состоит где-то час-час десять А потом, если будут желающие, еще минут 30 заказы оставим Вот, ну и все Начнем с песни «Поэзия полета» Она настраивает, подготавливает А потом продолжим уже непосредственно программу Поехали Пусть говорят, профессия опасна Пусть говорят, профессия опасна И лучше тем, кто ходит по земле А я люблю смотреть Смотреть, как звезды гаснут На самолетном стынущем крыле За горизонт лечу, встречать рассветы Любуюсь вновь за облачной зарей Пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей Пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей А небо дарит яркие мгновения И для того на свете стоит жить Что вновь преодолеть земное притяжение И снова радость взлета ощутить За горизонт лечу, встречать рассветы Любуюсь вновь за облачной зарей Пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей И пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей Мой труд порой полиснет рассинкой пот Там, где свинцово дышат таблака И все ж моя поэзия, поэзия полета И каждый вылет новая строка За горизонт лечу, встречать рассветы Любуюсь вновь за облачной зарей Пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей Пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей Спасибо Теда Геннадьевич, да вы не стесняйтесь Вас жду Мне приятно, что можно так со сцены к вам обращаться Как будто мы сидим у меня на кухне Или у вас на кухне Кухня, правда, большая Но хорошая, вместительная Следующая песня Знаете, мне буквально На этой неделе На прошедшей Приходит в контакте от человека Как сообщение такое Что решили вам сделать сюрприз И сделать минусовку на вашу песню Ну и присылает мне черновой вариант Я, значит, слушаю Ну, все так мелодично, красивенько Песню узнать не могу Потому что они не наложили Мелодию в фонах Я им пишу, а точно моя песня? Я что-то это Не узнаю вас в гриме-то Они смеются Говорят, да, это Еще летит твой самолет А я когда ее встал Уже по названию это Подыгрывать, смотрю Мама дорогая А там всего три аккорда Я думаю, вот это я дал Песня, правда Почти там, сколько там Между 35 и 40 годами Я, правда, потом отыскал Что в аккордах все-таки четыре Я так с облечением вздохнул Потому что внутри аккорда Это уже как-то вообще никуда Четыре тоже Тоже разнообразие Но вот там Если еще пальчик Дотягивать, убирать То получается еще их и больше Ну и, значит Раз я про эту песню рассказал Надо ее еще и спеть Все четыре аккорда используют Еще летит твой самолет Куда ты сам пока не знаешь Штурвал берет другой пилот А ты об этом лишь мечтаешь И если видишь новый взлет Про все на свете забываешь И в небе каждый самолет По долгу взглядом продолжаешь Твоя любовь Твоя мечта Убрав шасси Уходит в небо И мало слова Красота И ничего прекрасней нету Ход времени неумолим Наступит день Заревут турбины И оторвет От земли Тебе Послушная машина И чертит Твой самолет Куда ты сам Пока не знаешь И держит курс Другой пилот А ты об этом лишь мечтаешь Еще летит твой самолет Куда ты сам Пока не знаешь Еще летит твой самолет Куда ты сам Пока не знаешь Не сильно гудит Не сильно гудит Так Теперь надо брать инструмент Знаете Тоже забыл сказать Как говорил Герой Евгения Стегнеев В фильме Старый Новый год Старик Адамович Который завсегда с народом Событиев у людей Событиев У нас сегодня Тоже за истекший период Буквально за прошедшую неделю Событиев было достаточно много Я постараюсь Их как-то все Упомянуть Ну и предстоящие Естественно Самое главное событие Это у нас концерт В честь Дня рождения Гражданской авиации России За неделю раньше Кто праздник урад Тот За неделю пьян Да Мне просто На этот день часто Попадают Ну или он здесь занят Или у меня там Другие приглашения Поэтому Вот так немножко сдвинут Следующая песня В общем Я ее Очень долго не пил В общем Много лет не пил Скажем Потому что Она такая романтичная Я ее считал Слишком такой детской Что ли Вот Потому что Написана она была Очень давно Как я говорю В таких случаях Так давно Что те кто были детьми Уже Составились и умерли Вот Но тем не менее Она на кассетах К людям попала Раньше там когда-то То я слышал И попросили мне Несколько раз уже Просили исполнить И по просьбе трудящихся Я ее Реанимирую Если называется Ты небо Или еще синий цвет У нее второе название Пока говорю От волнения Это ступление Замов Это другая Я с детства Синий цвет считал Прекрасней всех цветов На свете И часто небо рисовал Где облака Где солнце светит Бездонной этой синевой Я мог часами Любоваться И самой главной мечтой Была мечта Я туда подняться Мечта сбылась Я стал летать Но почему-то было мало И я никак не мог понять Чего мне в жизни Не хватало Я понял Без чего нельзя И почему я счастлив Не был Когда увидел В друг Глаза Большие Синие Как небо Ты говоришь Что трудно ждать От этой жизни Ты устала Не нужно К небу Ревновать Оно как Ты судьбой Устала И без тебя И без него Я никогда бы счастлив Не был Мне нужно Больше ничего Ведь у меня Есть ты И небо Спасибо Я вас обманул Говорю Что подготовился А подготовился Плохо Но дома У меня Получалось Хорошо Саша Вот это Просто Бухает Так Что Она Выбивает И Приберем Молит Более-менее Совсем недавно 25 января Вся страна Отмечала Юбилея Владимира Семеновича Высоцкого Вот это Такой Всенародный Праздник Его Творческого Его Сам факт Потому что он жил В нашей стране И был нашим Современником Это народное Достояние Вот В свое время Только начинал Ограть на гитаре Я тоже исполнял Много его песен Ну насколько Это получалось Вот И в принципе Было невозможно Представить человека Играющего на гитаре И поющего под гитару И чтобы он Не пел песен Высоцкого Вот Но Я не Буду сейчас Петь Его песни Кроме того Что значит Я когда-то Пел его песни У меня И своих песен Появилось Довольно много Но с подражанием Потому что Ну когда очень нравится То Там Вольно-невольно Подражаешь И Следующая песня Я тоже Не знаю По-моему Никогда не пел Она называется Боль трава Это такая Тоже фантазия Под впечатлением От песен Высоцкого Жил я Славно В первой и третьей Та же Понад пропастью И там Многие другие Вот это Я попытался Просто так Сфантазировать Потому что Там На тот момент Мне было Лет 20 Наверное Никаких Таких Жестоких событий Которые Можно было Которые В этой песне Описываться У меня естественно Не было Ну это фантазия Я на дальнем берегу На зеленом На лугу Невоснененный луг Посадил Любовь Траву От ветров Оберегал Трижды На день Поливал Ни одной Травиночке Обломиться Не давал Думал я Вырасти Травушка Высокая И переменится Жизнь Моя Нелегкая Думал Не вечно Ж мне Как с похмелья Мучиться Все перемелится И мука Получится Но однажды Ветер Злой На посадке Налетел За своей За травой И я чуток Не доглядел Стало небо Синева Черно-серой Пеленой А моя Любовь Трава Обернулась Боль Травой Думал Я Вырастет Травушка Высокая И переменится Жизнь Моя Нелегкая Думал Не вечно Ж мне Как с похмелья Мучиться Все перемелится И мука Получится Что же делать Мне с травой Я Литовку Наточил Раз Махнул Махнул Другой Да на камень Наскочил Как же Справиться Мне с ней Стал Тогда Руками Рвать Но Все Выше Все Сильнее Разрасталась Боль Трава Вот Она Вот Она Травушка Высокая Да Только Еще Сложнее Жизнь Моя Нелегкая Да Видно До смерти Мне Этой Мукой Мучиться Не перемелится Значит Не получится А потом Пришла Зима И прогнала Лето Прочь Словно Видела Сама Все И хотела Мне Помочь Снег Посадки Укрывал Сыпал Поперек И вдоль И повяла Вся трава И осталась Только Боль Думал Я Вырастет Травушка Высокая И переменится Жизнь Моя Нелегкая Да Видно До смерти Мне Этой Мукой Мучиться Не перемелится Значит Не получится Вот Так Спасибо Я уверен Что Я Сейчас Задам Вопрос На который Люди Которые Когда-то Были Курсантами И которые Ими не были Ответят По-разному Вопрос Простой Как Вы думаете Что такое Жареная Картошка Нет Это 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 Действие Это Процесс Это В общем Когда В общаге Значит Некая Компания Собиралась Жарить Картошку Это Было Ну Как бы Это Может Даже Заговор Не Нас Нормально Кормили Если Кто-то Не доедал В курсантской Столовой Всегда Был буфет Постоянного Состава Где Можно Было Доесть Лизбол Не умирали Но Жареная Картошка Это Песня Собирался Коллектив Находилась Сковородка Которая Была На этаже Одна Или Две Посылались Люди Столовую Непосредственно За картошкой За луком И так далее Вот Естественно Двери В комнату Закрывались Потому что Запах По всей Общаге Был Такой Привлекающий Вот И когда Кто-нибудь Стучался В дверь Ему кричали Моемся И дверь Не открывали А если Нужно было Отлучиться Значит Человек Уродил И вот У нас Олег Петрович Голеват Он же Придумал Пароль Красная Звездочка То есть Для того Чтобы Зайти Обратно Только По паролю Пускали Вот И пароль Пошел На Не проходил То как Красная Звездочка Вот Следующая песня Вот она Как раз Ожаренной Картошке Вот И Она тоже Написана В подражании Владимира Семеновича Иусовского И когда Мне просто Мне льстило Когда мне Кто-то Эту песню Услышал Уже Когда она была Там написана Говорит Это не ты придумал Это Высовский Вот Я говорю Мне приятно Что Я так хорошо Сработал Но У меня есть Точная доказатель Что это я Потому что Там упоминается Продовольственная программа А Продовольственная программа Была принята На майском Пленуме В 82-м году Уже после Через два года После смерти Высовского Так что Он эту песню Написать не мог Ну еще говорят Что это Как сказать Ситуацию Кто-то видел Непосредственно В казарме Как эту картошку Выбрасывал якобы Майор Алексей Алексеевич Пешков Или капитан Тогда еще Ну не знаю Я не видел И это Все что я придумал Началось с фразы Килограмма Жареной картошки Улетает мусор воровод Просто Шибанула На душе Стрелят когтями кошки Я стою Гляжу Разенув ворот А килограммы Жареной картошки Улетают В мусоропровод Гражданин Упитанный Надменный Не познавший Вид на жизни Суть Он продукт Практически бесценный Отправляет В столь нелестный Путь Да что ж ты делаешь Совесть не грома Ты ее Наверно Растерял И о продовольственной Программе Ничего Не слышал Не читал Да ну и что ж С того Что ты наелся Ну пусть Остренит Ведь можно Разогреть Не наелся Парень Ты Заелся И мне противно На тебя смотреть Каждый день Питаешься со вкусом Без мучений Без страдания А мой друг Валера Костолусов Помер От недоедания А ему Хватило бы Немножко Чтобы до обеда Дотянуть Сковородку Жареной картошки С мясом И еще Чего-нибудь Ты же гад Отъелся На домашнем И не знаешь Что значит Беда Да ведь тебя Швадил Мольщом Вчерашним Не кормили Дома Никогда Вот тебя бы Парень К нам В столовку Сразу Все бы Переоценил Если В месяц Пожевал Перловку И компоту Нашего Попил Ты пожил бы С нами Хоть Немножко И тогда Уже Наверняка Жареную Выбросить Картошку У тебя Не поднялась Рука АПЛОДИСМЕНТОЙ Спасибо А мы еще Даже Как-то раз Картошку Надумали Жарить Не соломкой А мы ее На кубике Такое было Занудное Занятие Но Должен вам сказать Что Вкус Другой Вот Интересный Такой вкус Если Как-то Будет Время Попробуйте Следующая Песня Знаете Вот Когда Плейлист Составлял У меня Появилась Мысль Надо будет Значит Сделать Концерт Ого Хорошо Так Мы продолжаем Значит У меня Появился Смысл Сделать Концерт Плагиати В моем Творчестве Или роли Плагиата В моем Творчестве Потому что На самом деле Ну Есть такие Моменты Вот И Как это Я это делаю Это вернее Делал Не специально Это получилось Вот Мы как-то С Алексеем Ивановым На Фестивале Крылья России В Геленджике Вернее Перед фестивалем Идем Значит По Берегу По набережной Вернее А там много Всяких Кафушек И играет Мелодия Не мелодия Вернее Поют песню Просто ее поют Так далеко Что у нас Не было Время Подойти И спросить Вот Я иду Слушаю Говорю Слушай Песня Такая Приятная Она Говорит Так Мне нравится Где-то Я ее Уже Слышал Вот Он так Прислушал Говорит Ты ее Не только Слышал Ты ее Придумал Это песня Это песня Он имел Ввиду Песню Про самолеты Вот Я Поскольку мы Не успели Дойти Чтобы спросить Что это за песня Которую Я Плагиатировал Или как это правильно Было Вот Через Буквально Не буквально Через несколько лет Даже Я все не знал Как спросить Потому что Ну Ни названия Ни одного слова Просто Мелодия Видать Я ее когда-то Слышал А потом Она просто Всплыла В голове Когда я Про самолеты Сочинял И вот Когда я записывал Эту песню На диск Который Не Кузнечик Самый первый Вот там Музыкант Который делал Мне аранжировку С консерваторским Тридцатилетним Стажем Я ему напил Так Он говорит А это пахнет морем Вот Песня Которую Исполнял Михаил Шифутинский Вот Я поставил Нашел сразу Точно Ну и в общем Там Все-таки Частично И моя мелодия Есть Слова тоже мои В общем Из-за того Что она Невольно тиснутая От нее отказываться Не захотелось Поэтому я Не хотел Честно признаваться Что Вот песня Написана Под влиянием Впечатлений Частично Частично Заимствован Ну еще Я там Заимствовал Эту фразу Антона Павловича Чехова Я правда Перефразировал Он говорил Что этого не может быть Вернее Не он А его герой В письме Ученому Соседу Этого не может быть Потому что Этого не может быть Никогда А у меня это звучит Как Не бывает Некрасивых самолетов Потому что Некрасивых самолетов Не бывает Поехали Мы по небу Днем и ночью Некрасивых самолетов Некрасивых самолетов Некрасивых самолетов Некрасивых самолетов Уже Некрасивых самолетов Некрасивых самолетов Но не поверьте, красоту нельзя гнать у самолёта, Даже если цвет зелёного корочка разграничить. И не важно, «Пальбойн» или «Аэрбаз» трёхсотый, Посмотрите, как он рулит по перрону, как взлетает. И поймёте, не бывает некрасивых самолётов, Потому что некрасивые самолётов не бывают. Играет музыка. Вы поймёте, не бывает некрасивых самолётов, Потому что некрасивых самолётов не бывают. Не бывает. Не бывает. Не бывает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Романа Сильверства, она ещё подальше отошла, Не так сильно этот плагиат заметен, Чем когда я пёл её просто гитаром. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующую песню я пою, к сожалению, по грустному поводу. Пустой столик номер 35. За ним должен был сидеть Евгений Есенченко. Мы с ним познакомились на этом концерте. Он попросил, по возможности, сделать концерт именно сегодня, Потому что он должен был лететь в Москву. И потом я получил письмо от его сына, Что 8 января он скоропастенно скончался. Ну, он успел мне... Я ему написал, я говорю, ты делай заказ. Я спою, он говорит, я буду рано вылетать. Поэтому вот несколько песен он заказал. И вот одна из этих песен, наверное, в рёдном календаре. Мне очень жаль, потому что совершенно молодой мужчина, Выпускник нашего же училища, Неожиданно, очень печально, очень трагично. А песня, наверное, в рёдном календаре была написана много лет назад в Уфе, Куда мы летали на 24 с эстафетой. И вот мы улетаем в те города, где холодно. Мы как раз улетали из Уфы домой. Потому что там всегда теплее, и солнечнее, и всё хорошо там. А Новосибирск, как сейчас в Роле, за тридцатник заваливает. И как-то больше хотелось в Уфу. Наверное, в рёдном календаре, там до сих пор ещё февраль, зима не кончилась. А на перроне тает снег, и в самолёт садиться мне совсем не хочется. Здесь ветер ласковый такой, на воздух сладкий, хмельной не надышаться им. Но почему-то мы должны лететь сегодня из весны опять туда, в те города, где холодно. Какая долгая зима. Но почему-то мы должны опять туда, в те города, где холодно. Как жаль, что нужно нам спешить, сейчас бы просто побродить по лужам солнечным. Послушать, как стучит капель, какой прозрачный нынче день, какой безоблачный. Но только это всё мечты, и плавно начали винты своё вращение. Все встречи перенесены, мы улетаем из весны, опять туда, в те города, где холодно. Опять туда, в те города, где холодно. Опять туда, в те города, где холодно. Спасибо. Я забыл сделать одно, даже не объявление, благодарность. У меня здесь среди гостей сидят Андрей Ильина и Жовы. Я им очень благодарен, и наконец-то вижу их вместе. Андрей, ну как, они вообще всей семьёй. Сына почему-то не взяли, хотя он тоже непосредственно очень живое участие принимает. Они делают афиши и извещают многих. Я думаю, что как минимум четвёртая часть людей, которые сегодня здесь благодаря тому, что вот они их информировали. И я вообще буду гордиться, потому что мне сказали, что афиша в автобусе в Нью-Йорке, которую экипажи разводят. Это, наверное, никто этим похвастаться не может. Огромное вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот и следующая песня. Вот мы два года, не тоже, или три, три года назад мы в феврале были. Накануне тоже Дня авиации. Мы с Николаем Анисимовым были в Уфе с концертом. И там впервые я попал вместе с ним на аэродром Первушина к Сергею Минигулу. Они с Николаем уже были знакомы. Ну, это было, конечно, море впечатлений. Кроме того, что День авиации, ещё какое-то настроение весеннее. Ну, и, в общем, мы полетали на всём, на чём только могли. Вот это, в общем, так запомнилось. И песня появилась как-то легко. Ну, правда, я должен сказать, что песни о людях, которые в Первушина можно... Много таких людей. На аэродромах летают вот в Большом Грызлово, в Новосибирске, вот в Мачище. И... А, кстати, вот есть кто-нибудь здесь с выпуска 95-го года? В зале? Нет, да, меня просто Володя Кочкин просил спросить. Вот, он собирался, ну, вроде как, собирался в коллектив. И вот. А Володя Кочкин, это тоже наш выпускник. Вот он руководитель планерного клуба «Решётка», где вот, в Новосибирске. Где мы тоже были. Мы бываем часто, летаем, просто с нас катают. Получаем огромное удовольствие. И вот этих людей, вот, объединяя такое, Кочкина, вот, Сергея Менигова из Первушина. Это вот настоящие лидеры, которые не ждут там чьего-то совета, не спрашивают, но они, как в песне Макаревича, я знаю, что ты дойдёшь. Вот они всю ответственность на себя берут, и уже когда человек идёт уверенно, за ним идёт коллектив. Вот. Ну, это я так отвлёкся, маленькая песня про первушина, про друг, как там было здорово. Я, кстати, хочу сказать, я там, говорю, употребляю слово «впечатление», «ев» вместо «впечатление». Я знаю, что это неправильно, но, ну, так вот, мне просто там никакую частичку не вставишь, поэтому я сознательно, как маленько допустил такую больность. Нет, вы меня послушайте, ведь я вам врать не стану. Я ярких впечатлений давно не получал, и тут вдруг бац, первушина, негаданно, нежданно, аэродром первушина. Вот это я попал. Да я попал, как будто бы, в другое измерение, где помыслы и замыслы все цело заняты, мечтой преодоления земного притяжения, а также воплощением указанной мечты. ПЕСНЯ А что для счастья нужно вам спросить? ПЕСНЯ Аэродром первушина Вам нужно посетить? ПЕСНЯ 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 И Елитовна ПЕСНЯ Вот когда я летал на самолете А-24, у меня мой очень хороший друг, мой бортмеханик Царствия Небесного, к сожалению, Николай Николаевич Буздалин, он такой был очень добрый, интересный человек. Тоже очень любил Высоцкого, и у него было такое выражение, он так говорил, вы не любили, вам не понять. Я так к чему говорю, я просто маленько перефразировал эту фразу и использовал ее в следующей песне. Ну и тут еще один момент. Когда моему младшему сыну было лет, наверное, 5 или 6, сейчас ему уже 21, Как-то я занимался ремонтом освещения в ванной комнате, ну, чтобы там не выходить, лень мне было на площадку рубильник не выключать, я просто выключил самый выключатель, ну и там копался. Говорю, пацаны, только свет не включайте, а то меня током тарахнет. А он, как раз, мимо проходил, он так возвращается, он говорит, папа, это слово не говори, оно очень плохое, про любовь. Вот это я к чему. Я сейчас исполню совершенно новую песню, премьера песни, она появилась недавно, буквально 2 недели назад. Она тоже про любовь, но очень хорошая. Ты посмотри, мой друг, какая красота, какая грация, Какие формы и изгибы просто глаз не оторвать. И не случайно столько песен и стихов об авиации. Все потому, что невозможно красоту не воспевать. Совсем не даром столько песен и стихов об авиации. Все потому, что невозможно красоту не воспевать. И даже слово «авиация» совсем не даром рода женского. И рождена она за тем, чтобы восхищать и покорять. И испытать любовь масштаба, если можно так сказать, вселенского. И поклонение, конечно, если только можно так сказать. И нам когда-то порезло попасть в ее поклонники-служители. И ею жить, и все приказы и капризы выполнять. И даже тот, кто отлетал в свое луже, Остался небожителем. И это здорово, как говорил давно мой друг, Кто не любил, тот не поймет. Мы будем просто во всем забыв стоять Задравши голову Когда увидим, как взлетает или садится самолет Когда увидим, как над нами пролетает самолет Ты посмотри, мой друг, какая красота Какая мощь и грация Какие формы и изгибы просто глаз не отвести И не случайно столько песен и стихов Об авиации А если слишком много громких слов, то ты меня прости А если слишком много громких слов, то ты меня прости Я уже успел обрадоваться, что ничего не перепутал и не сбился. Не на последней строчке Ну я еще добавлю комментарий Я специально не стал название говорить Немножко интрижку сохранил А получилось, как я где-то с мая месяца У меня не было вообще никаких песен После клеща я ничего не придумал И уже стал даже где-то волноваться Ну все, наверное, закончился и списался Старость, деградация, деменция И я смотрел, как-то выкладывал один из клипов в компьютере на свою песню про некрасивые самолеты Там кто-то просто снял, как самолеты взлетают и садятся Я не знаю автора этого клипа Но я просто когда его смотрел У меня вот эта строчка Ты посмотри, какая красота, какая грация Совершенно искренне Это вот был такой толчок И получилось как Начало я придумал песню, она кого-то вдохновила на вот этот клип А потом этот клип меня вдохновил на новую песню Значит, надо внимательнее относиться к творчеству других людей Может быть, и еще что-то появится Вот Ну и как раз эта песня была как Дню рождения гражданской авиации Она вообще про всю авиацию Мы в одном не обе летаем Я думаю, никто не обидится, что я не подчеркнул, что это именно гражданская авиация, да? Ну а следующая песня Это песня по названию сегодняшнего вечера Вечер называется «Красивая работа» Саша «Красивая работа» 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 Кто позвал тебя за горизонт? Кто тебе сказал, что тебе всё это надо? И какой бесспорный был горизонт Рваться в небеса через все преграды? Просто даже в слове высота Слышится романтика полета Самая красивая работа Связана с желанием летать Оглянись назад без следы Вряд ли сможешь ты Сам себе ответить строго Кто из вас дорогу выбрал? Ты или же тебя выбрала дорога? Вечно в этом слове высота Будет недосказанное что-то Самая красивая работа Самая красивая работа Связана с желанием летать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вечна в этом слове высота Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Что-то я слишком много говорю, поэтому не успеваю, не укладываюсь, но будем сокращать. Так В серебристом лайнере гомо оживление Все откинув столики с нетерпением ждут Девочки в передничке с грацией в движение Пассажирам курочку снова раздают Сразу забывается грусть и невезение И куда девалась вдруг прежняя тоска Сразу поднимается наше настроение И ярче светит солнышко и краше облака Мы взлетели во время дальняя дорожка Надо бы и летчикам пожевать чуть-чуть Командир с механиком очень любят ножки А второй особенно уважает грудь Кто сказал, что курица будто бы не птица Не согласен буду с ним, он ей Богу врет Как цыган без лошади, как милан без пиццы Так вот и без курицы наш аэрофон Несомненно курица необыкновенная И неповторимая птица наших дней В бортовом питании вечно неизменная Как звезда возмученной, эх, душа моей Как звезда возмученной, эх, душа моей И могу заверить вас, железобетонная Завтра так же, как вчера и позавчера Будет оно самое авиационное И в эмблеме наше ей быть давно пора И в эмблеме наше ей быть давно пора В серебристом лайнере гомо-оживление Все откинут столики, с нетерпением ждут Девочки в передничках с грацией в движениях Это объедение снова раздают Это объедение снова раздают Спасибо Вот мне сделают комментарии перед песней Эта песня была написана в 87-ом году То есть тогда еще Аэрофлот Это была одна компания И курица была действительно бессменной Кто знал, что пройдет сколько-то лет И сейчас на выборы будут предлагать Так что я ошибся Ну и продолжение темы о плагиате в моем творчестве Следующая песня называется «Баллада о быкарах» Недавно в Фейсбуке выложили клип Смонтировали из японских мультфильмов кадры И вот на эту песню положили Мне сразу написали, что это плагиат на Макареича Я написал совершенно верно Песня была написана в 82-ом году В училище конкурсу художественной самодеятельности И именно на эту мелодию Ну вот так у меня получилось Потому что сильно нравилась песня И сейчас в общем-то нравится Я потом пытался как мог от нее уйти Но там все равно осталась замена Ну как-то напрашиваться с автором Макареичем не скромно Вот А моего там тоже немножко есть Поэтому я так сразу говорю Ну так совместно, так сказать, творчество Или под впечатлением Макареичем не скромно На снимках музея На снимках музея Остались немногие лица И время для нас Сохранило не все имена Тех первых, которые в небо Стремились как птицы А слава не знаю, была ли нам нужна Их было немало И камер, что в небо поднялись На крыльях фанерках Надежды для светлой мечтей Но слабые крылья в то время Так часто ломались И кто-то уже никогда Не пытался взлететь В них мало кто верил И денег почти не платили Тем, кто за один только взлет Отдавал весь свой век Но кто-то опять-опять Расправлял свои крылья И кто-то опять-опять Начинал свой разбег Конечно, он знал Может, следы вернутся Падением Но снова взлетал И не мог высоте изменить И, может быть, кто-то потом Говорил с сожалением Ну вот, долетался бедняга А мог бы пожить Не нужно жалеть тех, кто прожил красиво Хоть и на план Достойны они отношения и нова к себе Короткая жизнь Что красивой легендой стала Должно быть еще не в одной Отразиться судьбе На снимках музейных Остались немногие лица И время для нас Сохранило не все имена Тех первых, которые в небо Поднялись как птицы Жизнь стала легендой А слава была ли нужна А слава была ли А слава была ли А слава была ли Аплодисменты 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 Спасибо Следующая песня По блакам Аплодисменты 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 Рассвет ветра коснутся крыши Ты еще, наверное, спишь Иногда улыбка бродит по щекам А в небе дождик моросит От самолета тень скользит По облакам, по облакам А в небе дождик моросит От самолета тень скользит По облакам, по облакам Я был за три девять земель Я пролетал через метель Но снова дай отдал далеким городам Я так люблю лететь домой Чтоб снова встретиться с тобой По облакам, по облакам Я так люблю лететь домой Чтоб снова встретиться с тобой По облакам, по облакам Мне в этой жизни повезло И стороной отходит зло И мой маршрут по замечательным местам И благодарен я судьбе Что вновь внесет меня к тебе Облакам, по облакам И благодарен я судьбе Что вновь внесет меня к тебе По облакам, по облакам И благодарен я судьбе Что вновь внесет меня к тебе По облакам, по облакам И благодарен я судьбе Неделю назад, 27 января Была знаменательная дата Которая отмечается каждый день Каждый год Это полное снятие блокады С города Ленинграда У меня есть песня Я очень люблю этот город К сожалению, бывать там приходится Не очень часто Но в зале есть люди Из Петербурга Из Ленинграда Кому как больше нравится Песня посвящается этому городу Город, где разводятся масты Вновь я на свидании с тобой Восхищаюсь вновь Как прекрасен ты Мой любимый город над Невой Мой любимый город над Невой И дворцовой набережной шум Музыкой звучит в душе моей Я опять к тебе с радостью спешу В кружево дворцов и площади В кружево каналов и мостов В скверах и фонтанах волшебство Днями напролет Я бродить готов Над в гранит оправленной Невой Над в гранит оправленной Невой И прокличит петербургская чайка Мне словно приветствуя гостя Нечастого пушечный грохот Прокатится вновь над рекой Остановлюсь возле медного всадника И за любую с накупала сакья Свет, возвращающий солнцу цветок золотой На околон, на Васильевском острове Чувство возникнет пронзительно острое Хочется, чтобы всегда через тысячи лет Было все так же величий праздничным И расходился был в стороны разные Санкт-Петербурга свет Окунусь в задумчивость аллей Как когда-то много лет назад И вновь заворожит осенью своей Желтизной кленовый летний сад Сколько раз признания в любви Слышал ты и сколькими воспет Магию таят здания твои И Нева, и Невский твой проспект Магию таят здания твои И Нева, и Невский твой проспект И у Колонды на Васильевском острове Чувство возникнет пронзительно острое Хочется, чтобы всегда через тысячи лет Было все так же величий праздничным И расходился бы в стороны разные Санкт-Петербурга свет Санкт-Петербурга свет И Ленинграда свет Спасибо 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 Вот Ну я, как всегда, пытался уложиться в час, не получилось Мы сейчас сделаем перерыв, но я сначала Несколько коротеньких объявлений Первое Ну вот, я смотрю, лица в основном знакомые Поэтому, наверное, диски почти у всех уже есть Но если у кого-то нет, они есть на стойке Второе 23 февраля В этом зале будет выступать Николай Анисимов Ну, вам не повезло Билетов на него, наверное, уже нет Потому что, по крайней мере Если хотите, чтобы вам повезло Берите билеты на 8 мая Они уже есть в продаже Ну и Третье, значит Следующий мой концерт в этом зале будет 15 апреля Это будет воскресенье Концерт будет дневной Начало в 14 часов А днем раньше В 14 субботу У меня будет концерт В Южном Бутово Там есть такое кафе С вкусным названием Мясо-соль Вот Кому удобнее Добираться в Южном Бутово Но я вообще постараюсь, чтобы Программы отличались Что если вдруг найдется Кто-то Кто съездит туда и в наши Маловероятно, конечно Но тем не менее Ну, собственно говоря Все Пока Перерыв минут 20, наверное Потом продолжим Субтитры сделал DimaTorzok